Илье Азаренко ни много ни мало 10. За рулем карта мальчик всего два года, но уже добился признания на республиканском уровне. Илья представлял Могилевский регион на 18-й спартакиаде учащихся по техническим видам спорта и привез в родной Бобруйск второе место. Родители всячески поддерживают юного шумахера. Не только привели сына в объединение, но даже купили ему собственный карт. Сказали родители, мне понравилось. Я начал заниматься. Техника хорошая, скорость. Гонки на картах – первая ступень в большой автоспорт. Свою карьеру с картинга начинали многие именитые гонщики Формулы-1. Михаил Шумахер, Мика Хакенен, Фернандо Алонсо, Себастьян Фетель. Скорость таких машинок, к слову, достигает 100 км в час. А если желания связать жизнь со спортом не возникает, картинг поможет стать асом в автомеханике. Это не только вождение, это и ремонт. Дети у нас сами осуществляют все, как вы видите, сами все ремонтируют, сами все готовят, сами готовят для себя технику. То есть, как они ее подготовят, так они и выступят. В центре дополнительного образования ребята могут попробовать себя не только в картинге. Учреждение насчитывает еще девять технических секций. Мальчики и девочки, юноши и девушки становятся профи в авто, авиа и судомодельном спорте, робототехнике, компьютерной анимации, радиотехническом конструировании и многом другом. Отдел технического творчества очень активно участвует в различных конкурсах, соревнованиях, которые проводятся в нашей республике, в этапах международных чемпионатов тоже. Качество образования в нашем отделе подтверждается высокими достижениями. Республиканская неделя технического творчества традиционно проходит в формате выставок и мастер-классов. Ребятам наглядно показывают, чему и как они могут научиться в центре. Но пандемия внесла свои корректировки. Акция ушла в онлайн. Познакомиться с технообъединениями поближе сегодня можно на страничке центра в Инстаграм.